В конце мая 1936 года домой доставили пакет из Севнаркома. В письме говорилось, что Веру Игнатьевну Мухину, числе четырёх скульпторов, назначили к участию в конкурсе на всемирной выставке в Париже. Работа над проектом проходила во Бранцево, на даче. Здесь Вере всегда легко работалось. Месяц на изготовление модели и три месяца на исполнение в реальных размерах. 1 мая 1937 года знаменитая скульптура засияла на солнце в небе Парижа. Даже величественная вертикаль Эйфелевой башни не могла остановить её стремительный бег, полёт в будущее. Я родилась 19 июня 1889 года в Риге. Отец мой происходил из купеческой семьи города Расславля, Смоленской губернии. Вероятно, мои художественные наклонности перешли ко мне от моего отца. В молодости он любил копировать картины Айвазовского, с чего начала и я, живя в Феодосии и Крыму. Вера рисовала немного, но однажды отец посмотрел рисунок и сказал, «Запомните моё слово, будет художницей. Очень наблюдательно». И пригласил учителя рисования из гимназии давать частные уроки. Сначала она рисовала натюрморты карандашом, потом писала красками копии из картин Айвазовского. Вера Игнатьевна любила море и мрамор. «С детства и до сих пор люблю сидеть на берегу моря, бить камни и рассматривать их середину. Люблю положить руку на мрамор, нагретый солнцем». Катастрофа случилась в рождественские каникулы 1911 года. Девочки катались на санях в имении «Дяди в Смоленске». Сани налетели на дерево. 22-летняя девушка, мечтавшая о большой жизни, большом искусстве, большой любви, сильно повредила лицо. За полгода Вера перенесла семь операций. Теперь она думала только о скульптуре. Словно вылепленное врачами заново лицо, открыла художница ее истинное предназначение. К тому времени родители Веры уже умерли, и опекуны отправили ее учиться в Париж в академию «Гранд Шумьер» под руководством Бортеля. По возвращению в Москву в 1914 году Мухина и несколько ее друзей-художников сняли мастерскую в Крестово-Сбиженском переулке. Здесь началась творческая жизнь будущего московского скульптора. Работу прервала гражданская война. Всю войну Вера проработала сестрой милосердия в разных госпиталях. В одном из них и произошло знакомство с будущим мужем. С Алексеем Андреевичем я познакомилась еще в 1914 году. Это был молодой человек лет 30, небольшого роста, очень кудрявый. Он тогда только кончил университет. Встретились два раза. Потом он уехал на фронт добровольцем. Я его увидела только в 1916 году, когда его привезли умирающим от Тифа. Там от Тифа умирал мой дед. Он был врачом. Он был главным хирургом Брусиловского фронта. Врачам, как полагается, заражаться приходилось чаще. Деда, она выходила, она сама заболела какой-то. Я не помню, как называется эта болезнь. А вот от этой болезни ее уже выхаживал дед. Это было тяжелое время. Вера бралась за любую работу. Выставки, обложки журналов, декорации для театральных костюмов, книжные заставки и даже этикетки для консервов. 11 августа 1918 года Вера Мухина и Алексей Замков обвенчались. Через два года родился сын Всеволод. Я считаю, что бабушка, она взяла как раз все лучшее от своих родителей. Все лучшее от своих родителей, потому что ответственность, долг, чувство чести. И вот это слово «кто, если не я» – это у нас в семье было очень распространено. Вера Мухина постигла нелегкая судьба. В 20-е годы в Воронеж сослали мужа – талантливого врача-изобретателя. Она последовала за ним в ссылку, оставив преподавательскую работу. Супруги предприняли попытку тайной эмиграции, но неудачную. Да, когда вспоминают о моей семье, всегда говорят Вера Мухина. Но еще был Алексей Андреевич Замков. Ее муж, ее человек, ее второе я. И вот если бы вы были на кладбище, то увидели могилу, на которых написано. На могиле деда. Я сделала для людей все, что мог. Бабушка написала только и я тоже. В 1937 году скульптура «Рабочий и колхозница» была выставлена в Париже на Всемирной выставке. Когда я в первый раз поднялась на Айфелеву башню, то уже со второго этажа город внизу показался муравейником. И когда подумалось, что у каждой из этих букашек свои надежды, своя гордость, свой огромный мир внутри, то все это показалось мелким и ничтожным. После закрытия выставки в Париже скульптуру «Рабочий и колхозница» перевезли в Москву. Но сделан это был настолько варварски, что автору пришлось воссоздавать ее фактически заново. Несмотря на протесты скульптора, композицию смонтировали не на Воробьевых горах, как хотела Мухина, а на ВДНХ, на низком постарете. Ее у нас неоднократно пытались купить французы. Их она более чем устраивала на том месте, где она стояла. Более того, первый раз это было прямо после окончания выставки. Они предложили просто, что мы не будем разбирать свой павильон, и что вместе со скульптурой они его купят. Последний раз это было, по-моему, когда очередной раз оттягивалась ее реставрация где-то в 90-х годах. И они предложили, давайте мы ее купим, мы ее отреставрируем. И мы даже вам поставим купю. Мухина обладала редкостным даром в области монументальной и декоративной скульптуры. Однако ее возможности остались невостребованными. Около 20 проектов так и не были реализованы. Но времена были тяжелые, и никогда в большой фаворе она не была. Она была для этого слишком честна, слишком бескомпромиссна. Ее неоднократно уговаривали, то есть, ну, если мы посмотрим ее творчество, то мы увидим, что у нее нет ни одного портрета вождя. Я искала тогда весовые соотношения объемов, физическое звучание объема. Объем можно так сделать, что будет лежать, и так, что будет стоять, и даже лететь. Динамика объема. А многие вещи у нас дома назывались просто мечты на полке. Это икар. Это памятник для пантеона погибшим Ильчикам, которого она задумывала после гибели Чкалова. То есть, это должен был быть круглое сферическое здание, которое с дыркой посередине и с водоемом посередине, на которую на скалу, стоящей в центре водоема, должна была падать фигура икара. Мало кто знает, что в Москве стоят пять памятников по проектам Веры Игнатьевны Мухиной. Один из них встречает нас на входе в Московскую консерваторию. Изначально памятник Чайковскому состоял из двух фигур. За спиной великого композитора стоял пастушок. Чайковский прислушивался к его свирели. Звуки, созданные им, звучат в струнах арф по краям памятника. Проект был принят. Скульптуру выполнили в натуральную величину, но по просьбе приемной комиссии пастушка заменили на крестьянина, а затем и вовсе убрали, оставив бронзовое полотнище. К сожалению, на это ушло слишком много времени и сил. Вера Игнатьевна так и умерла, не зная, будет ли осуществлен ее проект до конца. За четыре дня до смерти она написала завещание, в котором просила поставить памятник Чайковскому. Просьба была выполнена через год после ее смерти в 1954 году. Рабочая и колхозница – это не просто символ эпохи, но один из признанных мировых шедевров. К сожалению, сейчас его нельзя увидеть на прежнем месте. Мир, хлеб, Юлия, памятник Чайковскому, Горькому, деревянная мебель и стеклянные вазы, эскизы к театральным постановкам, а главное – благодарные потомки, которые продолжают чтить память. Все это и есть наследие великого скульптора Веры Игнатьевны Мухиной. Я безумно хочу, чтобы парижская статуя заняла свое место. Я хочу, чтобы Горький стал на свое место в Белорусском вокзале. Я очень много хочу. Но я надеюсь, что я что-то сумею сделать. Скульптура – чудо. Все совершается, как в Библии. Сначала было слово – замысел, потом глина, из нее вылеплен человек.